Всем привет! Я у себя на канале показывала, какую большую посылку мне прислала Даша, накладных ногтей и всего остального прочего. И вся посылка была ради накладных ногтей, чтобы я ей нарисовала, а потом переслала, и она бы эти ногти носила. Потому что сама она не умеет китайскую роспись рисовать, но очень хочет. Она мне прислала вот такие вот накладные ногти по номерам, которые ей подходят. Но я не хочу расписывать вот эти, потому что у них пластик толще, чем у новых гелевых так называемых типс. Я вот по этим номерам хочу просто подобрать гелевые типсы. Вот я прикладываю это из седьмого номера, из пакетик, снимаю на видео для того, чтобы мне потом, в следующий раз, если вдруг я забуду, какие номера я ей подобрала, я просто посмотрю это видео и буду по номерам выбирать. В общем, я сейчас рассматриваю гелевые конские типсы, так сказать, формы миндаль. Так, приложила. Вот этот вот подходит. Получается вот такой, что ли, набор. Надо ей послать на пробу, потому что вот лично для меня такие ногти были бы маловатые. Поэтому я сейчас добавлю в комплект ногтей побольше размером. А она мне потом скажет, вот эти размеры побольше подойдут ей или нет. Возьму еще номер 6, 3, 6, 6,5, 7, 8. Такие номера. Так, и чтобы она померила и сказала, что, например, какой-то из этих ногтей. Итак, длину я укоротила, пилочкой подпилила форму вот эти вот заусенцы. И еще я вот здесь вот закруглила в синусах, потому что вот эти вот гелевые типсы, они имеют более квадратную форму. Ну, во всяком случае, когда я себе на ноготь прикладываю, то вот эти вот края, они торчат, и их хочется побольше стесать. Поэтому здесь я тоже вот так вот спилила. Дальше, чтобы Даша определила номер, я здесь напишу маркером номер типсы сначала. И этот номер с обратной стороны он будет просвечивать. Теперь я его закреплю базой, вообще поверх типсы гелевые. По-любому нужно наносить базу. Проделаю то же самое с остальными типсами, пронумерую их. Итак, вот такая подборка у меня получилась. Сейчас я перекрою каким-нибудь цветом, для того, чтобы цифры не было видно. Ну, например, это будет 52 номер фиоры. И дальше я нарисую вот такой дизайн. Напоминаю, что у меня есть курс по китайской росписи. Там несколько уроков. Каждое видео посвящено отдельной теме. Отдельно видео про краски. Где купить, как их подобрать, как их смешивать. Консистенция подходящая. В другом видео все про кисти. Также, где их купить, как выбрать. Какие подходят, какие не подходят. Какими качествами должны обладать кисти. Дальше основные мазки. Как набить руку, как тренироваться. Также есть чат телеграм. С поддержкой для этого курса. Ссылка на него будет в описании. А я разрисую остальные типсы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что у нас в итоге вышло. Не обязательно клеить сразу все типсы. Можно совмещать с подходящими цветами. Например, серый, белый, голубой, зеленый или блестящий. Конечно, мне нужно нарисовать еще пять штучек. И еще парочку других дизайнов. Потому что один набор посылать экономически невыгодно. Потому что сама пересылка стоит денег. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, Даша нам пришлет красивые фотографии. Скажет, подходят ей эти типсы или нет. А я желаю вам творческого вдохновения. Пока-пока.